Дневной разворот Хорошо показали наши этнографы Ирина Тружкова Доктор исторических наук Профессор кафедры всеобщей истории и политических наук Ветгоу придет к нам в гости Там будут хорошие новости А вот начать нам сегодняшний день придется С серьезной проблемы Которая обозначилась 17 числа уже в Яве То есть было написано письмо Было принято решение о том Что наша профессиональная футбольная команда Динамо Покидает 2-ю дивизион И переходит в 3-й Мы узнали об этом от наших коллег Чуть раньше того Как было опубликовано официальное сообщение В официальной группе Динамо Вконтакте И на сайте городской администрации Вконтакте это письмо появилось 18 июля в 10.35 утра И я думаю что имеет смысл его процитировать Потому что в нем есть обоснование этого решения В соответствии с государственной политикой В области физической культуры и спорта В Российской Федерации Основной упор должен быть сделан на развитие массового спорта Привлечение максимального количества жителей страны К занятиям физической культурой Финансирование профессиональных команд Должно осуществляться в основном За счет небюджетных источников Привлечения спонсоров На протяжении последних 4-х лет Финансирование автономной и коммерческой организации Футбольный клуб Динамо Осуществлялось исключительно за счет средств бюджета Муниципального образования города Киров Ввиду отсутствия достаточного количества средств На участие команды в первенстве России по футболу Среди команд клубов Ассоциации Профессиональная футбольная лига По итогам работы принято решение О переходе команды в третий дивизион Данное решение принято с целью сохранения команды И предоставления возможности Любителям футбола посещать игры Полюбившейся команды Вот, но человеческим языком То, что сейчас зачитала Светлана Обозначает то, что Киров лишается Профессиональной футбольной команды Потому что Динамо переходит фактически В любительский дивизион Возможно, это будут какие-то матчи Но совершенно непонятно сейчас Что будет с теми игроками, которые играли в составе Выплатят, не выплатят им зарплату Потому что, судя по сообщениям ВКонтакте На страничке клуба Зарплату игроки не получали с апреля месяца 215 комментариев там Да, но часть из них мы зачитаем И мы хотели бы поговорить В том числе и с вами, наши слушатели И мы спрашиваем вас Что для вас уход Динамо Из профессиональной футбольной лиги Опрос размещен на нашем сайте На нашей страничке ВКонтакте Несколько вариантов ответа Читаю по ВКонтакту Значит, первый вариант Минус для Кирова, даже трагедия Второй вариант Плюс для Кирова Больше денег можно дать юным футболистам Ну вот это то, что обозначается В официальном сообщении Ничего особенного Результаты ВКонтакте Минус для Кирова, даже трагедия Почти 50%, 49%, да Плюс для Кирова Больше денег можно дать юным футболистам Всего 9%, ничего особенного 42% На сайте хакирова.ру Все наоборот Плюс для Кирова Можно денег дать юным футболистам 44,5% 41,5% говорят Ничего особенного И лишь 13% говорят Что это минус и даже трагедия Ну, надо сказать Что аудитории сайта Аудитория ВКонтакте Конечно, отличается Друг от друга В том числе и по возрасту Не знаю, возможно Наши слушатели, которые будут Звонить нам по телефону Они каким-то образом Тоже разойдутся У нас тут есть тоже Свои-то позиции Я вот, например, высказывала Неоднократно И по поводу команды Родины И по поводу команды Динамо Мое обывательское мнение Что, конечно, нужно больше денег Отдавать на развитие Массового спорта и детям А те команды, о которых Все время идет речь Команда Динамо и команда Родина Это совершенно ненужные структуры На которые тратится Огромные деньги Мучают бедных игроков В которых все время Не выплачивают зарплаты Все время какие-то проблемы Ими пользуются политики Туда-сюда их перебрасывают В собственных интересах используют Толку от этого Совершенно никакого На мой взгляд Но у меня есть и оппоненты, конечно Конечно, Света Разумеется У тебя есть оппоненты В том числе внутри нашей редакции Нет Я принимаю твою позицию В чем-то даже с ней соглашаюсь Вопрос в другом Вообще нужны городу Профессиональные команды или нет И кто должен их содержать Если их содержать должен бизнес А не бюджет Тогда вопрос следующий А кто должен искать этот бизнес Готовый содержать команды Чья это задача? Очень хорошо Очень удобно сейчас там В том числе для представителей И городской областной власти Ссылаться на Владимира Путина Который сказал, что профессиональный спорт Должен содержать себя сам Да, да То есть это должны быть болельщики Которые покупают билеты Очень удобно Очень удобно Но билетами, извини меня Все-таки Тут не ограничивается дело Тут должна быть Грамотно выстроена система В том числе продажа клубной атрибутики Еще что-то Еще что-то Я не знаю Может быть какие-то Краундфандинговые акции Там по сбору средств На содержание команды Ты же говоришь о том Что должна быть Очень профессиональная Современная команда менеджеров Которая всем этим занимается Разумеется Где она у нас? Ее нет Нам так кажется Может она есть Им не давали работать Мы же не знаем Давай будем узнавать Об этом от наших спикеров У нас сегодня целых 4 Их запланировано по телефону И конечно же от вас Уважаемые слушатели Болельщики и наоборот Не болельщики Команды Динамо Можно и команды Родины Тоже порассуждать О профессиональном спорте 211-101 номер телефона Прямого эфира Мы сейчас хотим связаться С экс-президентом Футбольного клуба Динамо Депутатом Кировской городской думы Александром Камышевым Надеюсь Уже сейчас наш редактор Набирает его Вообще конечно Когда ты читаешь комментарии В официальной группе ВКонтакте После выложенного письма Диву даешься Потому что вот например Игрок команды Александр Захлестин Пишет сразу же Буквально после этого сообщения Вот уже сутки Вся команда пребывает В глубоком трансе Вчера будучи готовыми Готовыми к выездному матчу Нам сообщили Что команда в ПФЛ Больше не будет То есть даже игроков Не предупредили Похоже на то У нас есть звонок Александр Камышев С нами на связи Если я не ошибаюсь Александр Владимирович Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Анна Лапшина Светлана Занько Дневной разворот Эхо Москвы Александр Владимирович Для вас это сообщение Явилось неожиданностью Или вы участвовали Может быть в принятии Этого решения Мы не знаем Я не участвовал В принятии этого решения Моя задача Когда я заступил На пост президента Было сохранить команду Это я сделал Но здесь решать Главе администрации Наверное Все таки Учредителем Александр Владимирович Скажите пожалуйста Ну вот тут И болельщики И игроки Пишут что ситуация В том числе Там вот Ну с невыплатами Зарплаты и прочее Она не разовая И не вот сейчас возникшая То есть на протяжении Последних лет Команда была В тяжелом Финансовом положении Это так Для нормальной жизни Команды Бюджет команды Должен быть Не менее 50 миллионов рублей Так а сколько было Последние годы Это было 30 Это было 20 Последний год Было 9 миллионов Вот и думайте сами Так простите А за счет чего Вы как-то вот Ну ужимались Все таки извините Разница большая Между даже 30 И 9 миллионами То есть я не знаю Зарплаты сокращались Игрокам Нет зарплаты Игрокам ни в коем случае Они не так не очень Они были маленькие Да 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 Поэтому ни в коем случае Зарплаты Это в первую очередь Ужимались как могли И экономили И на гостиницах И на поездках На всем Но на питании Тоже питание Было организовано нормально То есть на базе Угу Правильно я понимаю Александр Владимирович Правильно ли я понимаю Что вы говорите Что на выездах Экономили Вероятно На выездах Экономили Наверное Вы не так поняли На выездах Экономили Автобус Мы брали Ну допустим Не двухъярусный Обыкновенный Автобус Пазик Без кондиционера Без всего То есть народ Ездил на соревнования Вот в таких условиях Поэтому может быть Администрация Сделала и правильный Вывод То есть вывод Из этого Потому как Такая ситуация Градила банкротству Команды Это вообще Ликвидация Команды Здесь будут они Играть в третьем дивизионе Не будет у них Профессионального статуса Но команда Будет участвовать И играть Для себя Для зрителей Для города Александр Владимирович А что происходит С игроками команды Когда они переходят Из одного дивизиона В другой В чем они теряют Или может быть Что приобретают Что с зарплатами их Что со статусом Приобрести-то Никак Наверное Ничего не приобретая С зарплатами Наверное Это было У них же Это была основная работа Место работы То есть Они получали зарплату Были оформлены Трудовые книжки Все трудовые договоры Сейчас этого не будет Это будут любительские То есть Пригласили Но Это с одной стороны Но с другой стороны Команду Можно будет приглашать И более опытных Если Там В ПФЛ Была Градация Выше этого Уже нельзя Или там Его содержать Нет интереса Какой смысл Игрок Который там За 40 лет Поэтому здесь Именно Александр Владимирович Мы не поняли Мы не поняли Первое что мы поняли Это то что Теперь Вся команда Не будет Официально Трудоистроена То есть У них не будет Официальной зарплаты И книжек Как они На любительской основе Просто на какой-то Благотворительной Будут играть Нет Основа все равно Будет Я не знаю По трудовым книжкам В этот Не вникал Это уже Там будет Заниматься Наверное Все-таки Клуб Как все-таки В каком статусе Они будут Находиться Вы сказали В любительском Что значит Любительский статус То есть Они Не будут Трудоустроены Профессионально Если сейчас Они имеют Говорю Трудовую книжку Запись Не что Он является Игроком Команды У нас же Некоторые Игроки Были Тоже На основной Они были Приглашены Там Не было Контрактов Ничего Они играли Как Любители Так А сейчас Что будет У них Будет Контракт С клубом Они вообще Контракты Как это Любители Они в каком Да Как они Как они Зарплату Получают Вообще Какие гарантии У них есть Алло Не скажу Вам Пока Я не знаю Там же Было Да Было Дано Задание Я не участвовал При этом Разговоре Поэтому Не могу Я Скажите В общем На каком уровне Нужно сохранять По вашему мнению Команду Динамо Потому что У нас Например На сайте Хакирова.ру Народ голосует За то Что Да и бог С ним Не трагедия Никакая Это то Что клуб Становится Любительским Больше денег Нужно давать Юным футболистам Ну По идее Профессиональный Профессиональный клуб Это все-таки Вершина На которую Стремится Вопасть Каждый Футболист Который Играет В детстве В юношестве Потом Значит Он выходит Но С другой Стороны Я не думаю Что У нас Последний год Команда Динамо Киров Была самая Молодая Не только В Треволевском Округе Но И наверное По всей стране Самая молодая Кроме нас Еще была Молодая Команда Это интернат Города Краснодара Это уже Там Молодежка Совсем Тольятти А вот И парни Набираясь опыта Становились Ну Опытными Игроками Сейчас Они не будут Выглядеть хуже Тех игроков Которые играют Я думаю Что даже наоборот Будет класс у них Выше В третьей лиге Да Поэтому Мы не будем Тащиться На последнем месте Понятно Спасибо за комментарий Александр Камышев Экс-президент Футбольного клуба Динамо Депутат Кировской Городской думы Сейчас прервемся На короткий перерыв После этого Снова Будем в студии Обсуждать Уход Динамо Из профессиональной Футбольной лиги 211-101 Номер телефона Прямого эфира Продолжается Программа Дневной разворот Анна Лапшина Светлана Занько Продолжаем обсуждать Тему Кировского футбольного Клуба Динамо И тот факт Что в Кирове Больше нет Профессиональной Футбольной команды Ну вот Наш спикер Александр Камышев До перерыва Сказал Что новая Команда В третьем дивизионе Будет выглядеть Еще лучше Не еще А лучше Будет выглядеть Потому что там Хорошие молодые ребята Которые вот на этом уровне Третьего дивизиона Смогут раскрыться И показать себя Хорошо Ну вот кстати говоря Тот же Александр Захлестин Которого мы с тобой Уже цитировали Вконтакте Подтверждает Что зарплату Не выплачивали с апреля И он говорит Чтобы играть в КФК Это что такое КФК Аня Ты у меня спрашиваешь Это третий дивизион Сейчас мы посмотрим Нужны те же деньги Оплата проезд Гостиницы питания Видимо это и есть Это третий дивизион А раз денег нет Говорит Александр То как можно играть Даже в КФК Для меня загадка В любом случае Нужны же средства на выезды Это же нам И Александр Камышев Подтвердил сейчас Да То есть ребятам Это все равно Надо будет ездить на матч Ты знаешь Меня это тоже волнует Те же самые гостиники Те же самые автобусы Перевели Да Формальность такая исполнена Ну а денег то сколько нужно тогда Что сразу резко их стало меньше То есть если надо было Тридцать миллионов То девяти теперь хватит Но и те девять Ань Тоже ведь из бюджета Были выплачиваемы А задачи еще раз Мы возвращаемся к задаче Поставленной президентом Задачи найти спонсоров Найти спонсоров Все правильно Мы сейчас пытаемся связаться С Валерием Уриным Воспитанником нашего Футбольного клуба Динамо Мастером спорта Неоднократным чемпионом СССР И обладателем клуба СССР По футболу В составе Динамо Я насколько понимаю У нас сейчас Валерий Григорьевич Пока трубку не берет И наш редактор Нам набрал Евгения Душкина Экс руководителя Детско-юношеской Футбольной школы Номер 5 Евгений Алексеевич Здравствуйте Здравствуйте Да все верно Вы с нами на связи Да-да Да Анна Лапшина Светлана Занько Евгений Алексеевич Давайте сначала попросим Евгения Алексеевича Расшифровать нам Что такое ПФЛ И КФК ПФЛ Это профессиональные Футбольные виды Хорошо А КФК? Коллектив физической культуры Ох как Это и есть Третий дивизион Коллектив физической культуры Это и есть Третий дивизион В который сейчас Это третий дивизион Да Коллектив физической культуры Да Система развития футбола В России Ага Теперь нам ясно Евгений Алексеевич Скажите пожалуйста Ну сначала наверное И личные все-таки отношения Вот вы когда эту новость Услышали И вообще вы ожидали Не ожидали Что такое возможно Ну ожидать Я уже давно ожидал Много лет И говорил Что нет будущего У Динамо Так как нет Основы Нет своей базы Нет своей Школы подготовки Ну и естественно Финансирование Когда командой Занимался Мэр города Кирова Василий Алексеевич Киселев Тогда было все понятно Команда будет И будет играть Неплохо В данный момент Команда Расформирована Что мы Специалисты футбола Очень расстроены И Нет слов Даже Судить Что дальше Будет С нашим футболом Слышно Евгений Алексеевич Да Слышно Скажите пожалуйста Ну понятно Уходит сейчас В третий дивизион Вот у меня вопрос Следующий С одной стороны Вроде Извините пожалуйста С первого Какой может быть Третий дивизион Когда Турнир уже начался Провели 6-8 игр И кто сейчас Примет команду Динамо В третий дивизион Я так понимаю Что в этом И кто это говорит Это Ложь Натуральная ложь В этом сезоне Команда Не играет Ну Конечно Играть Она даже И на область Не будет играть Потому что Может за молодежью Будут там играть И все Евгений Алексей Точку надо поставить Что Команда В третьей лиге Участвовать не будет Так как Игры там проходят Уже Второй месяц Мы поняли Сезон 2017 Для Динамо Отсутствует Все Его ликвидировали Зарезали Зарезали Объясните нам Пожалуйста Мы попытались Просто узнать У Александра Камышева Который был на связи С нами До вас На какой основе Играет Игроки В КФК То есть Как заключаются С ними договоры Как оплачивается Их работа Раз они Непрофессиональные Уже игроки Знаете ли вы Ну Мы возьмем Пример машинки Нашим настроем Машинки Команды Машиностроителей Которые участвовали Игроки Были оформлены На заводе На различные Специальности И получали Зарплату Затем Они получали За выигрыш Ничью Премиальный Вот на этом Держалась команда Все финансовые Расходы Которые По Поездкам К питанию Нес Руководство Завода Вот И все Вот это А сейчас И как Где они Находятся Находятся То есть Их нужно Трудоустраивать Где-то На каких-то Предприятиях Там Трудовую Книжку Открывать Там же Платить Зарплату Да Что в таком Случай Ни одно Предприятие На такую Обязанность На себя Не возьмет Не возьмет Вы считаете Никакой Обязанности То есть Вы Вы Сейчас Предсказываете Какую судьбу Нашему футбольному клубу Динамо Ну Футбольный клуб Динамо У нас Он отношения к настоящим Динамо По сути дела Не имел У нас Общество Динамо Есть такое Это была Организация Которая Финансировалась За счет Бюджета Города Кирова Бюджет Города Кирова Был Незначительный Игроки Играли С долгами Но все-таки За честь Города И области Старались Уступать Удачно Но не все Получалось И по сути дела Футбольный клуб Его Можно сказать С вчерашнего дня Не существует Смотрите Официально Заявляется Людьми Которые Приняли Это решение В том числе Это и Члены Представители Администрации И правительства Я так понимаю Это совет Очередителей Они говорят Данное решение Принято С целью Сохранения команды И предоставления Возможности Любителям футбола Посещать игры Полюбившиеся команды Судя по вашим словам Вот здесь Откровенное вранье Это да Я могу Одним словом Сказать Об этом Это слово Балузи Евгений Алексеевич Я все таки Потому что Кто принимал Они к футболу Они специалисты Они к футболу Не имеют Никого отношения Они просто Чиновники Я прошу прощения Я насколько понимаю Вы Немножко в курсе Деталей того совещания На котором Принималось Это решение Или нет Все равно же Вы в профессиональной среде Это обсуждали потом Да Конечно Конечно Я насколько понимаю Там решение Принималось Не совсем единогласно Все таки Да Надо отметить Роли Плехова Геннадия Ивановича Руководителя Территориального управления Новоярского района Который был за то Чтобы команду Сохранить Вот это положительно Да Остальные Я как понял Из разговоров Были против этого Да Но с другой стороны Вы говорите Что давно Нужно было принять Это решение Ликвидации команды Ну Ликвидации команды Принять конечно Надо было разумно Было до начала Спортивного сезона Принять И все вопросы решить А сейчас Понимаете Это Ситуация Не только Сколыхнула Город Киров Но и всю Россию Потому что Взять и отказаться От участия Накануне первой игры Я так понимаю Что людей просто Людей просто кинули Да Они теперь без зарплат Без игры Да Приятно разговаривать Вы знаете Да Кинули Кинули Хорошо Вот Про Динамо понятно Про людей понятно Про принятое решение Запоздалое слишком Тоже понятно Несвоевременное Что касается Финансирования Детского Тоже спорта Вот эта ситуация Когда отказались От Динамо Как от профессиональной команды Хоть каких-то денег Школам Прибавит Светлана Да Светлана Да Светлана Светлана очень Вопрос хороший Уместный И больной Значит О том Что Упор делает Что команда Не будет И деньги будут Выделяться На развитие Детского Юнского футбола Это без основания Снять Никакого Массового футбола Деньги На массовый футбол Денег не поступит Да Поддержки Массового футбола В Кирове В Кировской области Нет Высок ли спрос Он есть Он сам развивается Сам по себе Вот он сам себя обеспечивает Да Сам себя обеспечивает Сам развивается А он есть Хорошо И последний вопрос Мы с Аней обсуждали До эфира У Ани еще есть Предпоследний Мой последний Мы обсуждали Следующий вопрос Вот эта команда Футбольная Динамо Это действительно Была такая звезда На которую Равнялись Наши дети Или дети Равнялись все-таки На совершенно других Игроков Звезд мирового Например футбола Знаете Динамо Это была вершина Которая стремит Или здесь будут Стремиться Наши воспитанники Кировского футбола И Действительно И они были Авторитетом У наших Юношеских команд Юношеские команды Кстати Сейчас Участвуют Перед России В Приволжье Хотя Неудачно Последние места Что Очень прискорбно Но Все равно Футбол Мы будем Взрослые Говорить Что это Футбол Затратный Вид спорта Но Дети Да Хотят Играть Футбол И нужно Им помогать А помогать Это зависит От руководителей Спорта А руководители Спорта У нас Не имея Физкультурного Образования И естественно Подходят С такой Позиции Что А зачем Нам Футбол Кстати Футбол Он признанный Вид спорта Не только В мире В России Но и В Кирове Потому что Много Занимающихся Этим видом Спорта Евгений Алексеевич У меня только Вот один Уточняющий вопрос Как раз Касательно детей И примеры Там у них Перед глазами Вот ребята В спортивной школе Которые занимаются Хорошо Раньше для них Примером были Ну сначала Понятно Какие-то Юношеские команды Те кто Талантливо Себя проявлял Туда попадали Потом Значит Если они там Себя проявляли Попадали в Динамо Что будет сейчас С ними происходить То есть Куда эти ребята пойдут Вообще У нас как-то Система выстроена Вот это Вот отбора По стране Наиболее Талантливых ребят Может быть Вот в спортивных школах Там видят Да Вот директор школы Вы там видите Ребенок играет хорошо Вы потом с родителями Говорите И рекомендуете Ему куда-то уехать Может быть Да Спортивные интернаты Я не знаю Эта система Вообще сейчас Она работает еще Вот как она работала В Советском Союзе Ну тут Большая роль В этом Чтобы игрок Кто продолжал Своё образование Игры в футбол Они договариваются С другими Обществами И рекомендуют туда И мы Не возражаем У меня Много опыта Опыта В этом вопросе Потому что Я давал разрешение На тех игроков В другой клуб Где они Себя показывали Вот Например Игрок у нас Такой Афрая Лиан Был Он Сейчас играет За сборную Армении Юноша Он уехал в Москву Мы договор заключили С клубом Ника И Естественно Он уехал По-хорошему В другой клуб Ну и Есть Примеры С другими Игроками Ну а В данный момент В данный момент Очень трудно Сейчас судить Потому что Команды нет Куда они Дальше пойдут Но то что Они полюбят Футбол На всю жизнь Это уже точно Понятно Евгений Душкин Руководитель Детско-юношеской Спортивной школы Номер 5 Экс-руководитель Добрый Экс-руководитель Спасибо Евгений Алексеевич Мы сейчас уйдем На короткую рекламу Две минуты И вернемся снова Программа Дневной разворот Продолжается В студии По-прежнему Светлана Занько И Анна Лапшина В Кирове больше нет Профессиональной футбольной команды Обсуждаем эту тему На примере команды Динамо Которая уходит Из профессиональной Футбольной лиги Переходит в 3-й дивизион И вот кстати Надо выяснить Вообще Когда это произойдет И произойдет ли вообще Судя по тому Что сказал Наш предыдущий спикер Евгений Душкин Экс-директор Детско-юношеской Спортивной школы Номер 5 Неожиданно было Принято решение Об уходе команды Вот теперь интересно На самом деле Что же будет Потому что Судя по тому Что сказал Евгений Душкин Да Такие любительские команды Они Должны быть поставлены На довольствие На какое-то предприятие Да Где-то они должны быть Оформлены Эти игроки Получать там зарплату И прочее Как сейчас Это все будет Оформляться у нас В городе Совершенно не ясно При этом Надо напомнить Что буквально вчера В этой студии Владимир Васильевич Быков Да Глава областного Законодательного собрания Кировской области Сказал что команда Будет сохранена Что это правильное решение Для того чтобы Наши болельщики ходили Смотрели футбол Потому что Динамо Это все таки команда Которая представляет И будет представлять Нашу область и город В стране Тогда Когда-то Когда это произойдет Как это все будет проходить Совершенно непонятно А сейчас мы Я так понимаю Что все таки Немножечко к истории Сначала обратимся С нами на связи Василий Алексеевич Киселев Глава администрации Кирова С 1997 по 2007 год Василий Алексеевич Здравствуйте Здравствуйте Да добрый день Анна Лапшина Светлана Занькова С вами беседует Скажите пожалуйста Вот у нас Наш предыдущий спикер Александр Камышев Сказал что в свое время Вы будучи главой администрации Находили средства На содержание команды Динамо И не только Динамо Насколько я помню Вы знаете Значит не только Динамо А мы строили церкви Организовали кинофестивали Авиашоу Новогодние баллы мэра Значит Города Звезды приезжали Первой величины И ведь все это Финансировали предприятия Так Сегодня предприятия Ушли из города Сегодня 800 предприятий Ушло из города Кирова Зарегистрированы В других местах А те которые Остались здесь Вот я вам Пример приведу У меня есть Приятный один Он ездит на машине Ну Где-то 6,5 миллионов рублей Жена ездит На 4,5 миллиона Значит Прекрасный Коттедж Спрашиваю А сколько зарплата Он говорит Минимальная А что ты хочешь Если все предприятия Ушли из города Кирова Они хотят На нас На маленьких предприятиях Выжить Никогда Это не будет И Понимаете Дело в том Что Вот Динамо Динамо Мы с вами говорим Я не слышал Сначала разговора Значит То что ликвидировали Динамо Это понятно Значит Сегодня ликвидировали Баскетбольный клуб Боревестник Сегодня ликвидировали Ну все ликвидировали Все команды Которые играли И от Кирова В высших лигах Там В том или ином виде спорта И они потихонечку Все Уходят Так Понимаете До тех пор Пока Областью будут править Областью и городу Будут править Случайные люди А сегодня там Случайные люди А все это случайные Понимаете С базаром взятые Значит Я Это может быть Гринный разговор Значит Василий Алексеевич Да Давайте вот все-таки Ну Вот эта трагическая ситуация Вообще Уход Динамо Из профессиональной Футбольной лиги Или к этому все шло И собственно Там закономерный итог Это трагическая Это трагическая Ситуация С Динамо Значит И я И Буревестник ушел И И то что вот Родину мы развалили Мы развалили Родину сегодня Ее же не будет Понимаете В начале года В начале года Ее не будет В начале сезона В начале сезона Вы имеете ввиду В начале сезона На старте сезона Следующего Вы про это сейчас В начале сезона Наверное Хорошо Василий Алексеевич Вот такой вопрос Говорят что Команда сейчас Уходит из профессиональной Футбольной лиги Переходит в третий дивизион Когда она начнет там играть Пока непонятно Мы так и не выяснили Этот вопрос Будет это весной Следующего года Не будет Потом говорят Найдется спонсор И команда Может вернуться обратно Вы верите в то Что спонсора найдут Или нет Вы знаете Дело все в том Что для того Чтобы получить право Выступать в профессиональной Лиге В третий дивизионной Лиге Ну а занять первое место Мы это понимаем Да Да А она первое место Никто не займет Почему Потому что Ну Нет спонсор Я еще повторяю Надо смотреть в корень В корень Все эти проблемы До тех пор Пока будут править Областью и городом Случайные люди А это случайные люди Понимаете Им это совершенно Ничего не надо Вот бывший генерал Мы уже под этим разу идем Начиная с Рудского Вот Рудской Шаманов Громов Мой любимый Лебедь Который приезжал В город Киров Ничего не показали Одно дело Родину защищать И второе И другое дело Совершенно Значит Бороться с бурьяном С крапивой С лапухами Со снегом на крышах Это совершенно разные вещи Разные Это вы сейчас О Владимиру Васильевичу Быковой говорите? Я о Быковой Васильево говорю И о Васильеве И тут и другое Понимаете Можно в разведке Послужить Хоть 15 лет Хоть всю жизнь Послужить Но губернатором быть Слушайте Ну это же Это же штучный товар Ну не так много Конечно Таких людей Да Василий Алексеевич Понятно Спасибо большое Поняли Надо искать Все-таки Руководителей Грамотных Спасибо До свидания 211-101 Номер телефона Прямого эфира Вы тоже Слушатели Можете поучаствовать В нашей беседе Но я возвращаюсь Еще раз К обсуждению В группе Вконтакте Здесь тоже Шла полемика По поводу того Кто искал Или не искал Спонсоров На команду Некоторые игроки В обсуждении Участвовавшие Говорят Что судя по всему Спонсоров Даже и не искали Судя по тому Что денег нет Другие говорят Что А спонсоров И искать не надо Вот если бы команда Показывала Блестящую игру Сразу бы Спонсоры нашлись И сами бы На команду вышли Это вещи взаимосвязаны Невозможно играть За небольшую зарплату Которую не выплачивают Вовремя С энтузиазмом Понимаешь И горящими глазами Ну невозможно Какое-то время Да Но когда это продолжается На протяжении Длительного периода Нет Я не очень Там согласна С этой С этим направлением Мысли Правда Да Не очень согласна Что это абсолютно Взаимосвязанные вещи Ну Или может быть Это одна сторона медали А вторая Как раз то Что если есть хорошая игра Тогда и спонсоры приходят А на вертую команду То нет Это безусловно У нас есть звонок Алло Да Здравствуйте Это Валерий Урин О нет Это Валерий Урин Все правильно Да Валерий Григорьевич Добрый день Да Добрый день Очень плохо вас слышно Попытайтесь Да Поближе Поближе к трубке Держаться Да Давайте Говорите Я в машине Поэтому Прошу прощения Да Валерий Григорьевич Скажите пожалуйста Вот это решение По Динамо По его уходу Из профессиональной Футбольной лиги Вам кажется Решением Правильным Грамотным Или Неправильным Нет А почему Вы считаете Что решение Было Какого-то Рутоводства Они по игре Вылили Собственно говоря По игре С денежными вопросами Это другой вопрос Не могли Потянуть Все то Что бремя Которое наложилось На них Штрафы Прочие Долги Так сказать Но конечно Правильно Если они Приняли это решение То я думаю Что это совершенно Правильно Почувствовать Что такая Первая лига Но все Дело в том Что Динамо Никогда не вылетал Это был С одной стороны Удар По имиджу Динамо Это была Очень обидная штука Но Спартак Тоже в свое время Вылетел и вернулся В конце 70-х Насколько я помню Да 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 Валерий Григорьевич Скажите пожалуйста Ну то есть Вот вы говорите Что Ну условно Есть такая фраза Результат по игре Да То есть Ну не тянут они Да Почему не тянут Ну вы говорите Что как играли Там собственно говоря Вот третья лига теперь Нет Все дело в том Что это было Сейчас они вернулись Вышите Так И вернулись Очень хорошо Показали что команда Отвечает Всем Требованиям Простите Мы сейчас Про кого говорим Мы говорим Про Московское Динамо Или про кого Нет Мы говорим Про Кировское Динамо Я прошу прощения Про Кировское Динамо Вы знаете Я не знаю Ничего Абсолютно Ах вот Я прошу прощения Да Да У меня есть вопрос Евгений Алексей Валерий Григорьевич Скажите пожалуйста Региональные футбольные команды Которые играют В профессиональной лиге В стране Вообще Имеют перспективу Или они потихонечку Загибаются Они конечно Загибаются Потому что падает Финансирование команд Они приходят В упадок Все дело в том Что политика Так политика Которая Взята На вооружение Это Осень Весна Не имеет Под собой Никакой основы Она вредит Региональным Командам К сожалению Вы имеете ввиду Политику Которая была Озвучена Президентом Страны Когда он сказал Что команды Профессиональные Должны сами Себя окупать Спонсоры И прочее А не существовать За бюджетные деньги Это ничего Не будет Дело все в том Что в свое время Существовали команды И развивались За счет Предприятий На каждом предприятии Была футбольная команда И вот за счет этого Все люди работали На производстве Играли в футбол И все это Потихоньку развивалось А сейчас Конечно Не будет Ничего Но государство Все равно Должно 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 Из этого Все рух В нашем случае Без государственной Поддержки Невозможно Существование региональных Команд Нет Невозможно Точно Спасибо Валерий Урин Воспитанник Нашего футбольного клуба Динамо Мастер спорта Неоднократный чемпион СССР И обладатель Кубка СССР По футболу В составе Динамо Москва Член сборной СССР По футболу Вот поэтому У нас путаница возникла О каком финалово Говорим Вот это очень важное мнение Которое Валерий Григорьевич Озвучил Что региональные команды Не могут существовать Без государственной поддержки Это нереально Мы будем следить За развитием событий Нам очень интересно Что будет с игроками Футбольного клуба Динамо На какой основе Они будут существовать И в этом году И в дальнейшем Но уже не в этом эфире А в каких-то следующих Программах Мы с вами не прощаемся Вернемся через 15 минут Редактор субтитров А.Семкин